Барнаульцы призывают чиновников самим протестировать зимние горки. Чтобы избежать трагедии, прежде чем отпускать в места таких забав детей, жители просят прокатиться на них ответственным лицам. Как пишет московский комсомолец на Алтае, в этом году сказочные зимние городки должны появиться во всех районах города. Но нередко дети получают на горках травмы. О нормах и требованиях к таким конструкциям на сайте МКН Алтай. В Барнауле нашли останки родственника Михаила Лермонтова. Он был похоронен на территории Нагорного кладбища. Историку Дмитрию Калашникову понадобилось два года, чтобы выяснить все обстоятельства. Чтобы определить по нагрудному знаку высшее учебное заведение, которое окончил погребенный мужчина, ученому пришлось перешерстить тома законов Российской империи. А вот с обручальным кольцом Дмитрию Калашникову откровенно повезло. На нем была выгравирована дата венчания умершего. В этот день в Барнауле венчался только один Александр. Это Александр Германович Бартон. Проверив из любопытства, на ком был женат Бартон, историк обнаружил, что его супруга Варвара Ульрих приходилась троюродной сестрой Михаилу Лермонтову. Заключенные края смогут отправлять электронные письма. Система интернет-переписки начала работать в исправительной колонии номер 10. Как пишет бийский рабочий, воспользоваться услугой можно на сайте Зона Телеком. Сотрудники колонии проверяют электронные письма, распечатывают их и передают осужденным. Все электронные письма, так же, как и печатные, подвергаются обязательной цензуре. В архиве их будут хранить в течение трех лет. Барнаульские торговые центры присоединятся к Черной пятнице. Всемирная акция стартует 22 ноября. Обещают, что товары будут продавать со скидками до 90%. Редакция портала Толк решила разобраться, насколько выгодны покупки в этот день. По словам директора одного из магазинов, нужно с настороженностью относиться к таким скидкам, которые в эти дни достигают 90%. Это может означать только две вещи, говорит она. То, что продавец изначально очень сильно накручивает цены на товар, или то, что он его наценил прямо перед Черной пятницей, а теперь продает с огромной скидкой.